Здравствуйте, дорогие друзья и все, кто смотрит это интересное видео. А оно действительно интересно с исторической точки зрения. Надеюсь, среди вас есть люди, которые любят историю. Итак, я приглашаю вас побывать со мной в Доме Востока, в Величественном дворце старого парка Кабардинки. Храм такой белого цвета, фасад здания очень впечатлил меня. Какие орнаменты, своды, узоры, колонны самого здания. И внутри его тоже. И сверху, еще когда я была на улице, наружу, там были два минарета на крыше. А среди них, посредине, был грандиозный такой золотой купол. Но он не виден, с человеческого роста был. Это надо было куда-то дальше отходить. Правда, там деревья мешались. Но я знаю, что он там есть, точно. Вот, необычный такой свод храма. Высоту я не узнала, на сколько сайтов посмотрела, нигде не нашла. В Доме Востока собраны персидские, арабские, турецкие, индийские и мавританские мотивы. Много разных экспонатов, от которых веет восточными традициями. Я в одном месте столько никогда нигде не видела, не могла оторваться просто. Здесь можно познакомиться с историей, философией и эстетикой азиатских стран 17, 18 и 19 веков. Огромный бухарский ковер был расшитый золотой конетелью. Доспехи японских самураев, китайский меч, палача 19 века. Много видов холодного оружия. Клинки разные, мечи, шлемы, щиты. Копье, кривые сабли, кольчуга. Изящные сосуды всякие. Резная старинная мебель, шкафы из дерева ручной работы, одежда, наряды женщин Средней Азии, украшения персидские, персни разные. Интересные такие восточные башмачки султана, домашняя утварь, предметы культа из стран Ближнего и Дальнего Востока. И даже есть из дальневосточных регионов России некоторые экспонаты. Представлены индийские боги на старинных этажерках с инкрустацией из перламутра стояли. Маленькие такие скульптурки божеств. Многорукая индийская богиня Лакшми была богиней благополучия, удачи и счастья. Японский бог общения и благополучия Хатей. Его, оказывается, надо было 300 раз по животу погладить, загадать желание, положить монетку, и желание обязательно сбудется. Но я никого не гладила и монетки не клала. Ну, кто верит, пожалуйста. Индийская скульптура была бога Шивы, танцующий такой, символизирует круговерть мироздания. Бог мудрости был и благополучия Ганеша в виде человека с головой слона со множеством рук. Их там даже несколько было, маленький и большой был. Ну, много легенд об этом боге Ганеша. Кому интересно, прочитайте, пожалуйста, в интернете много информации. Эти многие фигурки божеств были востребованы посетителями. Их гладили, трогали, просили семейного счастья, монеты клали и просили об исполнении желаний. Вообще уникальное место – это дворец или храм. Очень многоликий оказался Восток. Для меня, по крайней мере, я повторюсь, что нигде, ни в одном месте я не видела такого многообразия и такого количества экспонатов. Ну, мне было очень интересно. Единственное, табличек не хватало. Что это представлено? Мне очень понравилось. А понравилось ли вам, я узнаю по вашим просмотрам, лайкам и комментариям. Очень вам благодарна за них. Желаю вам крепчайшего здоровья и добра. Всего самого-самого хорошего в вашей жизни. Мирного неба над головой и счастья в личной жизни. Подписывайтесь на мой канал «Загадка от Татьяны». Всего самого-самого хорошего. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok